Всем привет, наши дорогие подписчики! Я вас приветствую в новом выпуске. Мы сегодня поедем на интереснейшее место в Алании. Кто не в курсе, может быть, Перу вообще попал на наш канал. Мы сейчас в Турции. Сколько здесь времени проведем, я не знаю, но показываем, пока мы здесь, красивые места. Мы пожили полмесяца в Анталии, сейчас в Алании. Что дальше будет, не знаю. Поэтому подписывайтесь и смотрите за нашим актуальным путешествием. Сегодня поедем на машине, за нами сейчас подъедут, вот, и стартуем. Там красивые виды, я уже показывал это место выпуска, когда мы сюда ехали, но снизу. А мы-то поедем туда, наверх, поэтому давайте вместе с нами, погнали! Пока ждем, когда за нами подъедут, я хочу вам немножко показать комплекс, в котором мы живем. Это Азура парк в Алании. Здесь, значит, три корпуса, шикарнейшая территория. Огромное количество бассейнов, крытые и закрытые. Вот тут вот теннисный корт, футбольная площадка, сауны, бани, хамамы. Все это включено в проживание. Поедем мы вот на вот этой малышке BMW X6. Ехать нам, наверное, минут 20. Мы сейчас едем еще в школу, здесь, в Турции, в русскую школу. Завезем Диану, это дочка Саши. И я немножко вам покажу эту школу. Обучение в год, 4000 баксов. Вот, это если вы решите сюда переехать, узнаете. Здесь есть русская школа, только доллары с собой привозите. В количестве 4 тысяч. Детский сад еще там. Там же, при школе. А, ну, типа, если не хочешь идти во второй класс, идешь в детский сад. Я в лапу, я в лапу, я в лапу. Реклама. Мы приехали, значит, в школу. Вот она, видите, International School. Тут учатся, значит, русскоязычные, ну, то есть со страны СНГ. Вот, и самое, что интересно, что здесь вот у Саши вообще нет забот, как ребенок доедет в школу. Дополнительно платят что-то 300 лир, по-моему. И ее забирает трансфер с дома, утром и вечером привозит. Это очень и очень удобно. Сюда, да? Так, вот ворота. Здесь преподает, значит, турецкий носитель языка. Здесь преподает английский и, соответственно, тоже носитель языка. И дети здесь все очень довольны. Там кафетерий, площадка. Ага. Еще такой груди-ду-ду, балаган. Она отравилась. Привет, где она? Привет! Она отравилась. В общем, по мнению здесь, видите, все по-русски, вот, раздевалка. Да, слушай, я давно не был в школах. Ха-ха, прикольно. А у них стеклянные, да, классные? Нет, это у меня 30 сантиметров. Вот, это их класс. Так вот. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, доски. Панорамное стекление, да ли? Классик. Класс. Объясненная. И вот такие парты, кальцевая, индивидуальная парта. Она, слушай, очень круто. Вообще, у них есть лифт в школе. В общем, классно. И туалет, ну, понятное дело. Ну, вот здесь ребята веселятся баскетболом. Привет. Нет, нет, я грязани отдала. Это кафе. Давайте посмотрим, посмотри. Здесь вот ребята кушают. Да, прикол. И все болтают по-русски. Естественно, потому что тут русскоязычное. Поле у них фосфутбольное. Смотри, какой колорит. Как клевенько. Вот здесь Китай. Ага. Ну, ладно, не пойдем. Вот это вот детский сад. Ну, мы туда уже не зайдем. Вот. Так как деток, кто в детский сад у нас нету. И называется он детский садик Колобок. Так что, если вы решите переехать в Турцию, Саша, в Инстаграме ее оставлю сразу, пишите и по недвижимости напишите. По школе, по садику. Все сориентирует. И самое главное, не забывайте говорить, что от нас вам будут супер классные бонусы и шикарные условия. Идем дальше. Тут вот. А, кусочек, да. Вот прям покажем. Небольшой, типа детская площадочка. Вот. Вот так они здесь играют. Смотрите, вот она школа, да? Я вам сразу покажу. И вот открывается вид на море. Здесь до моря, ну, 100 метров. Какой кайф детям учиться в школе, где ты вышел, и у тебя видны горы, видно море. Это вот, если кто смотрел выпуски, помните, в Сочи, в Адлере, на пляже Огонек, школа стоит прямо на пляже. И я тогда говорил, нифига себе, на перемене выскочил, сгонял, скупался, короче, и обратно забежал. И там действительно на переменах прям дети выбегают, сидят на пляже. И я тогда сказал, вот так вот учиться было бы круто. Ну, а тут совершенно, как бы вы поняли, уже другая история. Смотрите, вот видите гора. Я люблю Аланию. Вот именно туда мы двигаемся. Я очень надеюсь, что у меня получится там поднять дрон, совершить там пролет. Но учитывая, что там какие-то вышки стоят, придут, мой мозг начинает думать. Саша, кстати, проходит в разных городах России семинары по недвижимости в Турции. И сейчас мы заезжали на таможню. В Турции, короче, такая система, если у тебя тачка российская, на российских номерах, то при выезде в Россию ты должен в таможне написать заявление, правильно? Да. О том, что ты уезжаешь, и твоя машина будет припаркована, и никто на ней ездить не будет. И вот, собственно, Саша сейчас заезжал, ей дали такую бумагу. Дай бумагу. Можно бумагу? Я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали. Проблема сохранять, не потерять, потому что будет потом проблема в выезде. Про что? И если этого здесь не сделать и просто уехать из Турции, то придет штраф в размере 19 тысяч лир. Это на российские, короче, деньги, 120, там, с чем-то тысяч. Это много, это очень много, поэтому вот лучше заморочиться, сделать эту бумагу. Вот так она примерно выглядит. Строго, строго здесь. Мы поднимаемся в город, сюда уже открывается шикарнейший вид на морюшко. Можно? Прям очень напоминает сочинские серпантины, когда куда-то поднимаешься от берега. Ой, какие виды! Все, смотрите, вот уже все Аланя на ладони, но нас впереди с вами ждут кадры гораздо интереснее, гораздо лучше, поэтому потерпите совсем чуть-чуть. А вот на той горе там тоже, да, крепость какая-то. Да, это мы потом съездим туда, там фортулёр поднимется. Какая красота! Вот видно пляж Клеопатра. Блин. В Барк Антоне подойдем на этот пляж, там считается голубой флаг. Вы только гляньте на эту красоту. Вот она, Аланя на ладони. Здесь, кстати, уже можно останавливаться, такие смотровые площадочки, но мы будем двигаться чуть-чуть прям повыше, чтобы запечатлеть самые классные кадры. По пути здесь, кстати, вот есть кафешечки, можно... Вот, мы подъехали. И сейчас что, мы ножками, походу, пойдем по лесенкам? А, тут, в общем, смотрите, тут можно по лестнице подниматься, но учитывая, что мы на машине, мы двигаемся на машине туда вверх. Вообще, на самом деле, здесь даже классно брать какой-то байк и... а с остановочками, знаете, как я, помните, ездил в Крыму на Тарханкуте? Просто в каждую вот глубиночку такую заезжаешь и растворяешься в этих красотах. Такие скалы оранжевые. Алания, Белия, чего-то там не успела прочитать. И вот здесь такой вот получается, видите, парка, вон идет, едик, ага. Так, ребята наши тут уже подъехали вот на Тойота Хиллукс. Опа. Как приятно, что ты приезжаешь и везде, абсолютно везде есть бесплатные туалеты, понимаете? Не 20 рублей, не 30 рублей, не 10 рублей, как я по Сочи искал туалеты и вам показывал. За 10 рублей я говорил, самый дешевый туалет. Здесь они бесплатные. Ребятки, мы припарковались, я вам сразу хочу начать показывать эти виды. Мне тут в комментариях уже пишут, мол, типа, да чё вы это охаете, ахаете, туда-сюда. Слушайте, мы очень сильно любим природу. Нам абсолютно все равно, где находится Россия, Турция, либо еще где-то. Мы просто природные люди и поэтому мы ахаем. Мы ахаем не от новых, современных как бы построек, да, а от настоящей природы, от старинных сооружений. Поэтому, если в этом выпуске я снова охую, ахую, но я такой человек, я настоящий. И давайте я вам сразу покажу виды. Это парковка и посмотрите, какие высоченные горы, они там все в облаках, здесь обрывы, вот тут виднеется морюшка, Анталийское побережье, шикарно все это дело. Ёлочки, туда обрыв, вот еще гора и люди вот так вот живут в горах. Мне это очень сильно сейчас напоминает типа дорогу на Красную Поляну, когда вы едете, там всякие деревни, Голицыно есть, и вот тоже такие видовые, шикарнейшие виды. Так, мне где-то нужно сейчас пройти, ребятки-то у меня прошли, а где а вот он спуск. Чуть-чуть я туда пошел. Давайте соберем вот эту машину и будем двигаться. здесь вообще полнейшая панорама на Средиземку, на Аланию. Так, судя по вот этой штуке, здесь был ресторан под меню вставочка. Да, видите, ресторанчик сейчас закрыт, возможно, из-за того, что сейчас не сезон, есть вот груша, как обычно, кстати, здесь их очень много. И какие тут виды. Я, пожалуй, давайте вот так вот начнем с вами. Я полностью сейчас обойду, чтобы вам это все основательно показать тир. Но, как вы можете заметить, все сейчас закрыто. Не знаю, с чем это связано, но возможно, просто не сезон, потому что там декорация же, все это внутри, все есть. Единственное, что не работает. Обалдеть. в принципе, вот тут есть проход, есть фонтан, давайте идти сюда. Здесь установлен памятник самолету. Не знаю, для чего и все с чего, кто в курсе, пишите в комментариях. Таблички нету, и, соответственно, я прочитать не могу. такие тут красоты. И, естественно, мы с вами подходим, чтобы насладиться видом. Господи, как тут красиво и невероятно. Да вы что? Ущипните меня. Обалденно, обалденно, друзья. Вон там можно разглядеть про планилисты летают. Вон еще в горах они летают. Какой тут вид. Вся Алания как на ладони. У-у-у-у-у. Вот это кайф. Ну, кто мне что вот пишет, что да ну, эту Турцию делать тут нечего. Ребятки, вы не правы. Приезжайте просто в Турцию, не в отеле сидеть, а вот так путешествовать, как делаем это мы. А еще, что меня впечатлило, это вот эти вот лавочки, да, что вы можете вот так приехать со своими друзьями, посидеть на лавочках вот с таким вот замечательным видом. Кстати, вот на вот эту гору мы тоже обязательно съездим, там работают канатки, обязательно поднимемся, но уже в следующих выпусках мы прям максимально постараемся все здесь объездить, все посмотреть. Сейчас спускаемся к театру. здесь видимо проходят какие-то выступления, судя по сцене, да, смотрите, стульчики, блин, посмотрите, как можно представление смотреть, я не знаю, что здесь подразумевается представлением, но по мне так представление это вот это вот все, гляньте, какая красота, ты сидишь вот так вот на стульчике и вот так вот смотришь, что тебе показывают с таким видом. Я вот такую красоту вижу впервые в жизни вообще. И также здесь видимо в сезон открыт бар, здесь готовят напитки, еду и такая вот терраса, где тоже можно встать, пообщаться, с кем-нибудь познакомиться и самое главное, что вот у вас вот этот вот великолепный вид. Обалдеть. Ух ты, а посмотрите, что есть снизу. Если выше не подниматься, турки очень любят пикники, пикниковые зоны, здесь их вообще огромнейшее, огромнейшее количество. Гляньте, сколько беседочек, везде есть мангальчики, соответственно, есть парковка и вы также можете приехать, приготовить себе шашлычочек, рыбку и вот эта вот первая смотровая площадка, вот она здесь вторая смотровая стеклянная площадка, это просто, это просто невероятно, это просто невероятно. Красота. Сейчас пойдем подниматься туда выше. Мои куда-то уже вообще убежали, я даже их уже из виду потерял. Да, тут получается, видите, как бы дороги расходятся, можно туда пойти, можно вот сюда пойти. Также стоят на смотровой, вот на вот этой бинокль, можно закинуть несколько лир и посмотреть в бинокль. Какая красота! Смотрите, как здесь установлены лавочки, лавочки с крышами, не все с крышами, вот кто захочет на солнышке посидеть, сидите на солнышке, кто захочет в тенечке, сидите в тенечке, но самое-то главное, что вы сидите вот с этим видом на на всю Аланию. Порт Алания, крепость Алания, красота, и Средиземное море. Так, у нас там дорога пошла вниз, ну ладно, давайте мы попробуем пойти по вот этой дороге и будем с вами вместе наслаждаться. Красота! Мы, кстати, вот пока поднимались и уши заложило перепад высоты, и, знаете, он такой неплавный, он был прям максимально быстрый и максимально резкий. Где-то тут буквы уже должны быть. I love you, Алания. А, здесь, смотрите, наверху кафе, и мне кажется, что мои ребята, они как раз пошли в это кафе. Сейчас посмотрим. А мы с Мирончиком наслаждаемся. вообще, с каждым шагом, с каждым шагом мне хочется охоть и ахоть. Смотрите, какие красивые растения. Растут с видом, мне кажется, им особенно приятно здесь расти. Ай, какой кайф, кайф, кайф и еще раз кайф. Вот, видите, бинокль. Сколько здесь стоит лир? Всего лишь одну лиру стоит и можно посмотреть вот сюда вот в глазочек. Так, ну все, сейчас будем подниматься на вот сюда повыше, туда в кафе. Здесь кафешка я поднялся, здесь еще полно детских аттракциончиков, также установлены лавочки и и детская площадка. посмотрите, дети могут побегать, попрыгать вот с таким вот шикарным видом. Сейчас я подойду сюда вот к перилам и вам покажу. Гляньте, гляньте, какая красотища. Ну, кто что говорит по поводу площадок, по поводу Турции. Я единственную площадку знаю, ну, по крайней мере, по которой я видел, это на Красной Поляне. Мы на Красной Поляне тоже очень любили жить. Там потрясающее место. И там тоже такие детские площадки с видом на заснеженной шапке. Это тоже красотища. Так, я нашел своих. Они тут уже все кусят. Здрасте. О, вот они тут. Телефон. Я и хотела просто сюда. Да, да, да. Всем привет. Здравствуйте. Это может быть? Доброе утро. Капка, это я не вспомнил. 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 Да, да, я не вспомнил. Смотрите, каким мы прекрасным видом сейчас будем завтракать. Невероятно. Невероятно. А здесь еще самое интересное, я схожу сейчас вам покажу. Здесь можно ну не в помещении сидеть, а выйти на террасу. И мы это вместе сейчас с Мирончиком конечно сделаем. Выйдем. Я хочу показать виды, с каким видом можно кушать. А вот они и буквы как раз, надпись «Я люблю Аланию», только конечно эта надпись повернута ко всему городу. кстати возле кафешечки смотрите есть этот банка с вызовом такси и очень прикольно, что везде есть вот эти банки и можешь спокойно, не нужно никакое приложение. Ты просто подошел, кнопочку нажал и такси приехало. И самое что клевенькое вот оно прямо сюда и подъедет. О, собака чилиц, смотрите как с каким прекрасным видом, да? Даже собакам нравится. Вау! Смотрите Алания, здесь фонтанчики слушайте, это невероятно я не знаю, честно, вот как можно выбирать Турцию отельную, когда Турция это, это же про вот это вот все. Не, ну я не спорю, Турции про отели все включено дешево, я согласен, но гораздо, по мне это гораздо приятнее, когда у тебя вот такая вот, вот такая вот картина. класс, посмотрите еще, как люди живут вот там, вот в горах, с каким шикарнейшим видом они живут, розочка растет, смотрите, по традициям Турции, конечно, сразу его чаечек приносят, пока мы ходили смотрели в телескоп с детьми, тут уже посмотрите, какую поляну нам накрыли, турецкий завтрак, так, еще не вижу, вот так вот, смотрите, какая красота, вот, я вот турецкий завтрак я прям вообще полюбил, это такое обжирало вообще, ладно, будем кушать, я сейчас вам всю эту красоту покажу с высоты птичьего полета, полетели? птичьего полета, я сейчас Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И пойдем развлекаться Так, первую игру дети выбрали аэрохоккей Ееее, Родиончик, молодец! Повернись! Опа! Так, держи, 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 не стягиваемся, все, смотри, подожди, 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 я возьму шетончик, опа, не-не-не-не, все, держись крепко, Родион, я готов, закидываю на шетончик, оп, давай, и... Я думал, будет посвеселее! нас вот-вот вот так поворачивай сюда вот так поворачивай вот такая вот великолепная у нас прогулочка с вами получилось я не знаю я участвую ребятам говорю я бы здесь каждое утро бы просто встречал бы рассветы вот так бы в турецком стиле бы завтракал и наслаждался настенька тоже полностью меня поддержала я очень надеюсь что вам выпуск понравился наконец-то наконец-то полеты на дроне и они я считаю что великолепный как вам в комментариях напишите как всегда прошу от вас делать поддержку ставить лайки писать комментарии то очень сильно помогает в развитии канала в рамб вроде не сложно она мощь сильно приятные поддержка нам нужно я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра в новом видеоролике семья на чемоданах турция своим ходом пока а и а и и и и и и и и Продолжение следует...